Золотую звезду Героя России вручили семье погибшего в зоне специальной военной операции Ульяновца. Награда является высшей в Российской Федерации. Слово Дарья Цибиной. Вадим Епифанов с детства знал, что станет военным. Сначала окончил Суворовское училище, затем Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное. Встать на защиту Родины было его осознанным решением. Он не раздумывая отправился в зону специальной военной операции. Бесстрашие и высокий профессионализм – те черты характера, за которые его уважали сослуживцы. Мама Лилия Епифанова всегда поддерживала сына. Вадим всегда был смелым по духу, всегда был мужественным человеком, не сгибаемой волей. Человеком, который готов жертвовать собой ради родных, близких, ради очистства и мира над головой. Вадим был героем всегда. В зоне СВО Вадим Епифанов действовал решительно и самоотверженно. В ходе выполнения боевой задачи капитаны его разведрота попали в засаду противника. На предложение сдаться наши бойцы ответили огнем. Вадим Епифанов получил несколько десятков пулевых ранений, но продолжил спасать товарищей. Он погиб, прикрывая собой своих ребят из пехоты. Ему было всего 27. Он принял неравный бой, но не сдался и не отступил. А получив ранения, несвместимые с жизнью, продолжил вести бой. Уверяем вас, все собравшиеся, что если бы Господь второй раз даровал ему жизнь, то Вадим снова поступил бы так же. Сегодня от имени президента Российской Федерации мы передаем высшую нагаду нашего Отечества золотую звезду героя Российской Федерации семье гвардии капитана Вадима Владимировича Епифанова. Человека, который посвятил свою жизнь ратному служению и до последнего мига бесстрашно следовал своей воинской клятве. После церемонии вручения награды с близкими и сослуживцами обсудили вопрос об увековечивании памяти гвардии капитана Вадима Епифанова. Дарья Цибина, Вести, Ульяновск.